Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы будем анализировать новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Ставка рефинансирования в Беларуси с 15 марта снижается с 16 до 15 процентов годовых. Стоимость квадратного метра жилья к 2020 году должна сравняться со средней зарплатой. Как стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий? Пошаговая инструкция специалиста. И напоследок анализы цен на одном из гомельских рынков. А теперь обо всем подробнее. 15 марта ставка рефинансирования снизится уже в третий раз с начала года с 16 до 15 процентов годовых. По мнению представителей Нацбанка это стало возможным благодаря замедлению инфляции, а также положительным тенденциям на валютном и депозитном рынках. Замедление инфляции связано с укреплением белорусского рубля в январе-феврале. Оно в свою очередь обусловлено превышением предложений иностранной валюты над спросом на внутреннем рынке. Чистое предложение сформировалось в основном за счет продажи валюты населением. Что касается депозитного рынка, то здесь сохраняется положительная динамика вклада в белорусских рублях. Это объясняется привлекательностью уровня, их доходности в реальном выражении. Тема жилищного строительства в нашей программе одна из наиболее обсуждаемых. На этот раз тоже коснемся ее, но немного под другим углом. Мы поговорим о том, как, кстати, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, кто вообще имеет на это право и какие подводные камни существуют в данной теме. С этими и многими другими вопросами я обратилась к специалисту Комитета архитектуры и строительства Комельского облсполкома. Граждане имеют право стоять на учете нуждающихся с момента наступления совершеннолетия, то есть с 18 лет. И имеют право они становиться на учет нуждающихся по месту жительства одного из супругов и по месту работы двоих. То есть, если посмотреть, то гражданин имеет право стоять параллельно в трех местах. Кто же имеет право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий? Например, это гражданин и члены его семьи, не имеющие в собственности жилого помещения в том населенном пункте, где они проживают. Если какая-то недвижимость у человека все-таки есть, определить, может ли он стать на учет нуждающихся, можно по количеству квадратных метров на каждого проживающего. Сейчас это 15 метров. Если меньше, то есть шанс постановки на учет. Есть и другие категории. Проживающие в жилых помещениях не отвечают санитарным техническим требованиям. Тут бы хотелось заострить вопрос на том, что, во-первых, по этому пункту можно стать только в том случае, когда есть решение местной администрации о признании этого жилого помещения таковым, то есть не отвечают санитарным техническим требованиям. Хочу сказать, что с 1 марта 16 года по этому пункту не принимаются на учет нуждающихся граждане в случае, если они приобрели заведомо ветхое жилое помещение и потом идут становиться на учет нуждающихся. То есть получается, как бы добровольно человек создает искусственно вот такие условия, чтобы стать на учет нуждающихся. Не принимаются они в течение пяти лет. То есть потом уже имеют право быть принятыми на учет. В очередь имеют право становиться молодые специалисты, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также относящиеся к молодым семьям пары, впервые вступившие в брак, если ни один из них не имеет в собственности недвижимости, не является нанимателем арендной государственной квартиры, а также не участвуют в долевом строительстве. Хотя люди иногда хитрят, умышленно ухудшают свои жилищные условия, чтобы стать на учет нуждающихся. К примеру, граждане зарегистрированы в одном населенном пункте город Гомель. Зарегистрированы жена в своей квартире, муж в квартире родителей. И дабы ухудшить жилищные условия, жена прописывает к себе, например, своего брата, родственника, близкого родственника. Тогда на учет нуждающихся их принимать не будут, потому что ухудшение жилищных условий или основания для постановки у них появилось только на основании того, что они в добровольном порядке ухудшили свои жилищные условия. То есть сестра прописала к себе на свою площадь родного брата. Вот это называется ухудшение жилищных условий в добровольном порядке. В течение 5 лет их на учет нуждающихся ставить не будут, эту семью. Только в излеучительном случае, если у этой семьи И прописала она брата, потом после этой прописки рождает в семье ребенок. Или, например, у семьи была квартира, где на каждого проживающего было больше 15 квадратных метров. После ее решили продать, купить недвижимость меньшей площади, чтобы стать на учет нуждающихся. В этом случае в очередь не принимают. Но если квартира была продана более пяти лет назад, то можно становиться на учет. Если все-таки вы оказались в числе тех, кто имеет право состоять в очереди на улучшение жилищных условий, то вот список основных документов, которые необходимо принести в службу «Одно окно» администрации своего района по прописке. Обращаясь с постановкой на учет, граждане должны в первую очередь в службу «Одно окно» принести паспорта всех граждан, с которыми становятся на учет нуждающихся, совершеннолетних граждан. И если это маленькие несовершеннолетние дети, значит свидетельство о рождении этих детей. Плюс они приносят туда, если у них есть основания на, скажем так, стать в очередь в неочередное право на получение государственной поддержки или первоочередное право, значит, имеют право принести, например, эту справку о доходах. И там же в одно окно они заполняют заявление установленной формы, в которой прописываются основные, скажем так, основной состав, с которым человек становится на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прописывается также гражданин, со своих слов указывает, получал или не получал земельный участок, потому что это тоже роль играет, будут приняты на учет нуждающихся или нет. Получал или не получал льготный кредит, потому что тоже влияет для постановки на учет. Этих документов достаточно. Стоимость квадратного метра жилья к 2020 году должна сравняться со средней зарплатой. Таково мнение премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова. По его словам, чтобы сохранить темпы жилищного строительства, в том числе с господдержкой, правительство продолжает работу над решением ряда вопросов. Среди них вовлечение в жилищное строительство кредитных ресурсов коммерческих банков, а также постепенное снижение уровня процентных ставок по банковским кредитам, предоставляемым на общих условиях. По итогам 2020 года планируется выйти на уровень 9-10% годовых. Снижение процентных ставок по кредитам и стоимости квадратного метра жилья обеспечат создание условий кредитования, схожих по финансовой нагрузке, с условиями льготного кредита. Таким образом, каждая среднестатистическая семья к концу пятилетки получит возможность построить стандартное жилье за те средства, которые зарабатывают, предполагают чиновники. К другим новостям. Белстат опубликовал статистические данные по средним заработным платам отдельных категорий работников в Гомельской области за январь. Самый высокий уровень оплаты труда в сфере информационных технологий. Средняя зарплата здесь составила почти 3 тысячи рублей. Меньше всех зарабатывают работники из сферы рыболовства. В среднем лишь немногим выше 360 рублей. За прошедший год больше всего выросла реальная заработная плата у работников в сфере финансовых услуг и страхования. Увеличение реальной зарплаты здесь составило более 40%. Во многих сферах деятельности отмечается падение реальных заработных плат. В одной из программ я уже озвучивала информацию о том, что продуктовая корзина белорусских потребителей немного изменилась. Так вот, по-прежнему рыба уступает место овощам, сокращаются продажи морепродуктов, соков, сыров, сливочного масла и яиц. Увеличиваются свежих овощей, крупы, муки, макаронных изделий, детского питания. А сейчас немного о конкретных ценах. Итак, мы опять на центральном рынке. Самый дешевый овощ – капуста, 27 копеек за килограмм. Немного дороже – картофель и морковь – 34 копейки. Лук и свекла по 45, чеснок – 7,5 рублей. Редис – около 4, огурцы по 6, помидоры от 5 до 6,5. Яблоки – около 1,5 рублей. Хурма – от 3 до 3,80. Мандарины – от 3 до 4. Виноград очень отличается в цене. Самый дешевый – 4,50, самый дорогой – 8,50. Немного о ценах на птицу. Домашняя индейка, курица и утка – 10 рублей за килограмм. Мясо кролика – 13 рублей. Цыпленок-броллер – 3,70. Самый дорогой его полуфабрикат – филе, стоит 7 рублей 30 копеек. Далее идет бедро – 5 рублей 50 копеек. На 5 копеек дешевле грудка – 5,45. Четверть стоит 4,35. Крыло – 4,30. Печень – 3,75. Желудок – 3,30. Свиноговяжий, говяжий фарш – 5,5 рублей. Свинокурины – 6 рублей 85 копеек. Говяжий язык – почти 13 рублей. С виной немного дешевле – около 12. На этом у меня все. Встретимся через неделю.